Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С прошлого года я решил заняться своим психическим здоровьем, нашла психолога. Отношения не сложились, меня перенаправили к другому. Со вторым специалистом мне удалось разобраться с некоторыми вещами, но больше всего он не помог тем, что при контакте с ним я впервые почувствовал безопасность, как бы это странно ни звучало. Это был первый мужчина, с которым я разрешила себе быть с собой, быть грустный, когда грустно. И радостный, когда радостно. Такого результата удалось добиться благодаря применению неформального общения, а в дальнейшем я испугалась и ушла из этих отношений. Сейчас я работаю с другим специалистом, много с ним удалось приотмыслить, но я постоянно чувствую, что мне не хватает с ним контакта, а при этом я понимаю, что он слишком много в меня вкладывает. И я по сути вообще не должна быть чем-то недовольна, но это постоянное ощущение, что вот я с человеком, он должен рассказывать все это из своей жизни, вроде делиться с собой опытом. Но я постоянно мысленно возвращаюсь с тем ощущениями, которые появились при контакте с прошлым специалистом. Я очень долго разбирался с тем, что же меня так сильно зацепило, за дело. Основное показывало, что я имею ценность, и я сопровняю, что у меня очень сильные проблемы с ценооценкой. Всегда считаю себя никем и вообще недоценно внимания кого-то. Я не знаю, как себя угомонить, как перестать возвращаться. Тот специалист, с которым я работаю на данный момент, указал на то, что это нарушение границы, так вообще не должно было быть. Я изначально спрашивал, насколько несколько раз прежде чем согласиться на неформальное село общение, точно так можно? Мне сказали, что да, что нельзя ответственность на мне. Получается, вопрос такой, это был ошибкой, в том, что у меня возникли сильные чувства, какой-то мой недочет, как с собой быть, чтобы перестать сравнивать и при этом перестать испытывать момент того, что не хватает контакта с человеком, куда идти сильные чувства. Ну, во-первых, что вы понимаете под неформальным общением, давайте так скажем, потому что высокоформализованное общение, в смысле того, что использование специфических терминов, вежливости, такой какой-то вот стерильности, наверное, не лучшая идея. И я бы здесь сказал, что для меня неформальное общение, это взаимодействие на определенные темы, то есть неформальность общения, это предмет общения, понимаете? И, как правило, это сводится к тому, что психолог и клиент обсуждают какие-то интимные личные моменты клиента или психолога исключительно из интереса кого-то из них. Это недопустимо. В остальном, если мы говорим про легкое сообщение, про хиво, простоту, если мы говорим про искренность, непосредственность, открытость, я бы не сказал, что это что-то плохое. Поэтому здесь важно понимать, что вы вкладываете в формулировку неформального общения и что конкретно вы в это вкладываете. Понимаете? Если психолог, например, обсуждает, не знаю, ногти своего клиента, да? Ногти. Ну это неэтично. Если психолог даёт оценку действиям своего клиента, неэтично. Если психолог обсуждает с клиентом третьих лиц в рамках психотерапевтической сессии, тоже неэтично. То есть, как бы, есть вещи, которые неэтично, как бы, затрагивают. Ну, само собой, не говоря уже про амжентильные отношения, не говоря уже про какое-то короткое использование друг друга и так далее. То есть, да, определённые границы есть. Да, безусловно, психолог не друг. Но это и не тот человек, который может держаться в высокоформализованном контакте. Потому что без этого у него невозможно доверие. И, вероятно, вот та проблема, которую вы описываете, заключается в том, что он специалист, с которым вы работаете, он держится в формальном русле. А вам нужен более близкий контакт. И здесь, конечно, тонкий момент. Потому что все специалисты разные. И кому-то проще, комфортнее, удобнее действительно держаться отрешённо, действительно держаться на расстоянии. И важно понимать, что какого-то клиента это устраивает. Но также важнее понимать, что кого-то это может не устраивать. Ну, вы знаете, если проводить какую-то аналогию, то если вы возьмёте подушку, с подушкой, и положите её на пол, и, например, сядете на эту подушку, да, то если подушка пышная, если подушка качественная, твёрдость пола вы не ощутите. Но если подушка не очень качественная, и не очень пышная, вы почувствуете твёрдость пола, возможно даже его холод. Вот то же самое происходит и в общении с людьми. Бывает, что мы чувствуем, что человек к нам расположен, бывает, что мы чувствуем, что человек к нам открыт, он искренен, он нам симпатизирует, но мы чувствуем также некоторую опрещенность и некоторую отстранённость. И для кого-то это нормально, но для кого-то нет. И какой-то специалист может не показывать эту опрещенность, какой-то специалист нет. Какому-то клиенту это важно, а какому-то нет. Вам важно. И, соответственно, я бы сказал, что я... Я бы спросил вас в данном случае, почему вы это не обсуждаете со своим психологом? Почему вы задаёте этот вопрос нам? Вот. Это первое. Это первое. Второе. Ну, есть у вас проблемы с самооценкой. Да? Хочется вам близости. Хочется вам, чтобы вам, ну, как-то вот давали почистить себя целью. Это нормально. И, опять же, это можно озвучить вашему психологу, чтобы он, эээ, как бы давал вам возможность почистить себя целью. Вот. Если вас не устроит, если вы будете по-прежнему чувствовать, там, какую-то отстранённость неискренность, да, и вам, и вам это будет мешать, то это не ваш специалист. Эээ... Понимаете, здесь штука в том, что нет ничего плохого в ситуации с вашим первым психологом. Эээ... Со вторым, точнее. Со вторым. Со вторым. Плохого в этом ничего нет. Но, эээ, меня насторожило то, что вы говорите, это был первый мужчина. Вполне возможно, что вы начали, эээ, как бы, проектировать на этого психолога, эээ, своё отношение, эээ, своё отношение к мужчинам. Может быть, это потребность в отцовке какой-то заботе о поре и любви. Может быть, это нереализованность, эээ, вот, в отношениях с мужчинами, вот, но мне показалось, что вы, эээ, вот, сделали такой перенос на психолога. И речь идёт не о том, что вы почувствовали себя ценной и значенной, а речь идёт о том, что вы почувствовали себя женщиной. Возможно, впервые. Потому что вы сделали упор на то, что по мужчинам. И это нормальная история, когда такое происходит. На психолога перенос возникает почти всегда. И это хорошо. То, что вы испугались, ушлись, тоже нормально. Так бывает. То есть, вы начали другого специалиста? Ну, вот, не очень хорошо. Потому что, всё-таки, я бы, я выступал за то, чтобы, эээ, ну, со своим, вот, психологом, да, обсуждать всё. Любые неудобные какие-то моменты. Так, в принципе, раздаются, эээ, раздаются доверия. Я даже больше скажу. Нет ничего плохого в том, если у вас появятся чувства к психологу. Чувства. Об этом тоже можно говорить. Да. Скорее всего, и. Так должно быть. Психолог не ответит вам за имя. Он, если это профессионал, он не вступит с вами в отношения романтические, интимные, пока вы являетесь клиентом и психологом. Но, если вы закончите терапию, когда вы закончите терапию, и, и, по прошествии некоторого времени, почему нет? Можно и с друзьями что-то. Поэтому, мне кажется, что, всему здесь, эээ, основа, действительно, ваше недоверие себе и страх. Для этого, и всему здесь одна основа, что вы себя заставляете. Вы столкнулись с доверием. Вы испугались. Вы погрузили себя в более привычную модель, эээ, взаимодействия. Вам вроде бы комфортно, но в тоже время вам не хватает, потому что вы почувствовали, что можно по другому. Ну вот. Ну, я бы, во-первых, всё-таки выяснил, что это за неформальное общение. Знаете, если это неформальное общение уровня, там, какого цвета у тебя ногти и так далее, так далее, да? Ну, это начальщикой можно назвать психотерапевтической работой, да? Ну, так скажем, может быть, с регрессией некоторой возрастной. То есть, ну, типа, это как бы такой приём, что мы обсуждаем какие-то вещи, казалось бы, пустяковые, но в то же время это очень важно для выражения сил. Если неформальное общение касается ваших личных моментов, денег, интимных вещей, персональной информации, оценки вас, оценки других, это неприемлемо. Поэтому, неформальное общение, неформальному общению, рознь. И надо, в первую очередь, определиться с тем, что вы под этим понимаете. Дальше. Эм, значит, была эта ошибка и нет. Эта ошибка не была, мы в этом нуждались, вы приходите к психологу с тем, что нуждается. Если и была ошибка в чём, то психолога. Но, с другой стороны, если вы испугались, то тут ничего не поделать. Это нормальная, естественно, как бы, ступень, как бы, ну, ступень развития в данном случае. У меня возникли сильные чувства, какой-то мой недочувств. Нет, то есть возникли сильные чувства, это нормально. Это нормально. У вас возникли сильные чувства, вы испугались. Эм, вот при вашей истории, вот, ну, в целом, при том, вот, что вы, в целом, описываете. Эм, нормально бояться, нормально бояться, бояться своих чувств, это абсолютная норма. Вот. То есть тут я не вижу. Другое дело, что, вот, эм, ну, вот так, единолично, судя по всему, решили уйти. И, опять же, непонятен, непонятен здесь ваше, ваше основание. Вы ушли только потому, что испугались, тогда это, это нормально. Если вы ушли потому, что вам что-то не понравилось в общении, вы почувствовали, что ваши личные границы нарушают. Это плохо. Ну, в смысле, это, эээ, говорит о том, что, эээ, все-таки общение было не неформальным, а не профессиональным. Это разные вещи. Не профессиональное общение, а неформальное. Эээ, дальше, значит, эээ, как с тобой быть, чтобы что, как, чтобы пересосрали. А никак. Никак, потому что вы получили то, что, эээ, вы получили, как бы, лучшую версию. Вы узнали, что так можно, а потом опять вернулись на худшую версию. Никак. Ну, это нормально. Ваше сознание расширилось. Естественно, оно не хочет, не хочет сужаться. Эээм, так, при этом перестать испытывать момент, да, у вас не хватает контакта с человеком. Смотрите. Эээ, нехватка контакта с человеком, в целом, это нехватка контакта с собой. То есть, если вы не чувствуете своей ценности, естественно, вы хотите, чтобы вам ценность дала почистить другой человек. Эээ, и я думаю, что это определённая работа над собой. Я не знаю, честно говоря, как лучше, как лучше будет. Это только вам по ощущению. Вот вы можете сказать, например, что, если вы со своим текущим психологом, да, если вы ему скажете о проблеме, значит, того, что вам не хватает контакта, и что вам не хватает, ну, ощущения ценности. Эээ, можете ли вы попробовать с ним над этим работать? Если, если через пару месяцев результат будет, то он оставайтесь. А если результат не будет, то, вероятно, ваш психолог и такой путь вам не подходит. Вот какой там такой получился ответ вам. Эээ, надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Буду вам благодарен за обратную связь. acho наリше. Спасибо.